Однако Аллах, Субханава Та'аля, и в лесу не просил, потому что у него был грех истекдаран через высокомерие. Я лучше, чем он. Меня сотворил из огня, я его сотворил из глины. То есть Аллах, если любит прощать, но Аллах не любит высокомерных. Всевышний говорит, Аллах не любит высокомерных. Поэтому это мы должны понимать. Фераун, он сказал, Я не знаю для вас какого-то иного Господа, Иллаха, да тому, кому нужно поклоняться, помимо самого себя. Не мне ли принадлежит власть Египта, и эти реки текут под моими ногами, подо мной. То есть высокомеренца. Аллах дал ему осрочку 40 лет. Имам Касир, рахмаллах, пишет в тавсиле, когда Мусе, алейсисалям, сказал, Рабби, иннка атеет феррауна, в мала аху зината, в амвалах, в хаяте дуния, Раббана, или удилу ан сабилик, Раббана, отмис аля амвалихим, ва ждута, аля кулубихим, фала юмину, хатта, и раул аазаба ал-алиим, Калакад, уджиба дарвату кума, фаста кима, вла таттаби'анни сабила, лазила ла янаму. Мусе, алейсисалям, попросил дуа в Кур'ане, сказано, О, Аллах, субханаллах, то есть фараон сказал, Я не знаю для вас иного Господа помимо себя. Возгордился эти реки подо мной. О, Аллах, ты дал фараону богатство, красоту этой жизни. О, Аллах, через это же он отдаляет людей от тебя. Народ от тебя отдаляет. О, Аллах, субханаллах, забери у них богатство. Запечатай им сердца, накажи им, пошли им наказание. А если они не уверуют, пока не увидят сильнейшее наказание, сколько им приходило знамений. Аллах, субханаллах, посылал им саранчу, посылал им разные знамения. Аддаму, аяту муфасалла, то есть кровь, там, знаете, по истории, когда текла. Посылал субханаллах, лягушек, то есть постоянно приходили к Мусе, алейсисалям, просить помощи, чтобы он просил Аллаху, субханаллах, какие только знамения приходили. То есть Аллах, они не уверуют, пока не увидят наказание. Накажи их, забери у них, Аллах, субханаллах, их богатство. запечатай сердца, другого пути нету. Аллах в следующем аяте сказал, когда он просил эту дуа, Харуна, алейхисалям, три раза сказал, амин, амин, амин. На следующем, в следующем аяте сказал, я ответил на вашу дуа, через сорок лет. Идите прямым путем, и не идите путем незнающих невест. Через сорок лет, когда он сказал, фараон возгордился и сказал, что я не знаю для вас иного Господа помимо себя, сказал следующее слово, я ваш великий Господь. И Всевышний Аллах Субхану Таиле сказал, фаахадаху Аллаху накалал ахирати вал уля. Аллах его наказал за последнее слово, какое его последнее слово, я ваш великий Господь. И за первое слово. Первое слово сорок лет назад до того, как он сказал, я не знаю для вас иного Господа помимо себя. И когда уже, даже там уже, когда уже открылось вот это море на две части, он сделал садж, да? Аллах не принял его покаяния. Почему? Потому что в двух случаях Аллах не принимает покаяния. Когда человек видит ангела смерти, когда душа выходит, и когда солнце выйдет из запада. И он сказал, когда уже все, уже увидел ангела смерти, сделал садж, да? И сказал, все, я уверовал в того Господа, в который уверовали дети Якова, Муса, Гарун, Бану Исраиль, я из подчиненных тебе. Аллах отвечает, только сейчас. То есть, Аллах говорит, только сейчас ты уверовал, о, Гарун, а тебе сколько аятов проходит, сколько тебе время давал, сколько срочек, все увидел ангел смерти, понимаешь, что покидает жизнь. Сейчас только уверовал. И ты был, вот смотрите, здесь Всевышний Аллах описал, вот ты был из числа, нехасиды муфсиды. Муфсид это кто, не сам грех только делал, а распространяет грех. Поэтому мы все должны себя беречь, распространять грех. Пророк Мухаммад, не видел эту историю, как это все происходило. Ему был вахи, от Аллаха, было ему вахи, откровение. Джибраил А.С. сказал, Я возненавидел, Джибраил А.С. говорит, Я возненавидел Фирауна, когда он сказал, Я ваш великий Господь. И когда пришел к нему Малик Аль-Маут, когда пришел к нему Ангел Смерти, он начал повторять, Ла Иллах, уверовал, Факунту Ахуд Минтыни Лбахра, Фа Адау Фисами Фирауна, Хауфан Мин Ан Ярхамаху Аллах. Он говорит, И я брал из глины море, и затыкал этой глиной рот, Фараону, дабы, чтобы даже к нему Аллах не провел свою милость. То есть, посмотрите, даже он боялся, знает, какую милость Аллаха. Ангелы лучше знают об Аллахе, Субханаму А.С. Чем люди. Он говорит, Я знаю, какой Аллах милостивый, я напугался, я его возненавидел, когда он сказал, что я Господь. Но, однако, я напугался с другого, что его даже Аллах простит. Поэтому затыкал ему рот, сказал Евраил А.С. Субханаму А.Семкин,